Седые волосы, очки, чемодан скромный, умный и постоянно трудится ради мира. Уганда, Конго и соглашение в Осло. О, боже мой, какое соглашение! Не так известен, как Гарстери, не папенькин сынок, как Йенс. Но когда летят гранаты, есть только один человек, которому можно довериться. Когда идет война и повсюду ад, пригласите Яна Эйгелана. Супергерой объединенных наций, безумный диктатор с пушкой. Пригласите Яна Эйгелана. О, как бы я хотел быть Яном Эйгеланом. Голубые глаза, крепкие руки, красивые ноги, чистовый бред. Прекрасное тело, пьет протеиновые коктейли. Спрей для загара, крем для кожи. И ягодицы, как у 18-летнего. Он миротворческая машина. Он смотрит на себя в зеркало, играя мышцами в ночи. И говорит, парень, кажется, ты готов. Точка-точка-точка защитит немного человеческих прав. Когда идет война и повсюду ад, пригласите Яна Эйгелана. Супергерой объединенных наций. Он играет в гольф с Кофи Аннон. И смотрит на карту с Джорджем Клуни. О, как бы я хотел. Быть Яном Эйгеланом. Эйгелан. 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 Когда ему грустно, он ходит на похороны под проливным дождем. Большие капли стекают по его лицу, но это не скрывает его боли. Он может сломаться, как обычный человек, и расплакаться, подобно девчонке. Но, думаю, можно плакать, при этом оставаясь мужчиной, если твоя основная профессия – это спасение мира. Когда идет война и повсюду ад, пригласите Яна Эйгелана. Он мускулистый мочо, рыдающий бог. Если и есть человек, которому следует довериться, то это малыш Ян. О, как бы я хотел быть Яном Эйгеланом.